Мы подготовились, надели резиновые сапоги, но такого потопа не ожидали. Оказалось, около домов глубина местами больше, чем по колено. Передвигаться можно только вот так. В высоких болотных сапогах пробирается и житель деревни Татарская Танаева Фанис Шагеев к своему дому на окраине. На улице озера, во дворе болота, в погребе море. Не скрыться от потопа и дома, где воды по щиколотку, прибывать начала еще вчера. Так, на кирпичи, на столы, технику, мебель поднимаем. Дом пока спасают своими силами, скотину вывели к соседям. Такого резкого и сильного паводка здесь давно не припомнят, благо жилье застраховано. В прошлом году платили, в этом году тоже сказали, обратился, все, снимать будет, все, придут. Фрида Губайдулина тоже еле пробирается в затопленный дом. Приехал накануне к маминому дню рождения, но оказалось не до праздника. 80 лет, завтра хотели исправлять, вот не смогли. Все ночь не спали до полтретьего, вода шла, как это, как самолет, что ли, сказать. Вот так, с шумом шла вода. Но надежда есть, с утра воды было едва не по колено, а днем уже показался пол. Ну, застрахован, думаю? Да, застрахован. Ничего не дает, две тысячи дает, и все, две тысячи хватает, что ли? В большой семье Ахмедзиановых передвигаются по двору и вовсе на лодках. Затоплен весь участок, сено, зерно. В 2005-м вроде бы, в последний раз много так воды было. В зоне подтопления в деревне больше 20 дворов и три дома. Это уже вторая волна потопа в деревне. Вот кадры, снятые в среду. В дамбе, через которую вода уходит в местную реку Кубню, два отводных канала. Этого не хватает, чтобы разгрузить поток. Но и дорога к деревне единственная. Будем на готове вдруг. Если еще непредвиденные обстоятельства, если поднимется вода, то другого не остается. Будем рыть подъездную дорогу. Сегодня третий день, и вот после обеда как бы спад заметился на три сантиметра. То, что осталось, помогают откачивать пожарные. Ситуацию контролирует штаб МЧС. Вот вода сначала зашла в огород. А вчера уже ушла. У жительницы деревни Бурундуки Кайбецкого района Рузалина Нигмядзяновой от потопа остались только воспоминания. А еще вот такие видеокадры. Это я в дозе, это выводили через воду, звезда она. От большой воды здесь освободились 27 участков. Но радоваться пока рано. Снега много, воды много. Если тем более это будет связано с рекой Волгой, с Виагой, тамошними запасами воды, конечно, опасность еще может вернуться. Мы никогда не расслабляемся. На этот случай спасатели готовят пункты временного размещения в опасных районах. Уровень воды продолжает повышаться в реках Икс, Виага, Шишма. Село Чиреево Апастовского района все еще больше напоминает остров. Ситуацию в республике контролируют 12 оперативных групп МЧС. Тем временем страховые компании уже начали принимать обращения за компенсацией. Лена Зинатольевна, Алисан Сабирова, Ильшат Мухаммедов, Игорь Романов, ТНВ Зеленодольский, Кабецкие районы.